Во вторник в Иванове прошел матч 1-64 финала Кубка России. С соперником в кубковой встрече текстильщик ранее не встречался. Это футбольный клуб «Калуга» – один из лидеров первенства России прошлого сезона в своей зоне «Центр». С первых минут матча текстильщик контролировал мяч. Игроки «Калуги» начали ошибаться. На девятой минуте мяч попал к одному из них в руку, после чего был назначен штрафной в опасной близости от гостевых ворот. Так Марат Сагиров распечатал ворота «Калужан». Но это только прибавило им азарта. Гости пошли в наступление и имели неплохие шансы сравнять счет. Но голкипер-текстильщик Андрей Рыжиков спас свои ворота. Вскоре контратака хозяев поля завершилась еще одним точным попаданием. Иван Лукьянов стал автором этого гола. Но и под занавес первой половины встречи он же поставил еще одну зарубку на гостевых воротах. Несмотря на насыщенный опасными моментами второй тайм, счет 3-0 оставался на табло до самого финального свистка. Сложные игра команды и поддержка зрителей, которых на этот раз на стадион пришло более 5000, принесли свои плоды. Второй тайм сыграли, неважно, могли лучше. А так, главное, выиграли. Выиграть всегда приятно, а при таких болельщиках вдвойне приятно. Дмитрий Парфенов своих подопечных поблагодарил за хорошую игру. Хорошие три мяча забили. То, что просим, то, что тренируем, это радует. Второй тайм, я до этого сказал. Почему? Наверное, не получилось. Думали, спокойно отстаем, три мяча у нас есть. Но соперник там простил нас эти моменты. Хорошая команда, что на самом деле очень интересно было играть. Победив в 1-64-й, Ивановцы заслужили путевку в 1-32-ю. В последний раз так далеко в Кубке России красно-черные заходили в 2011 году. А до этого более 10 лет назад. Так что такой возможностью нужно пользоваться. Соперник Ивановцев в следующей кубковой встрече станет известен не ранее, чем через неделю. И определится по итогам жребия. Наталья Романова, Андрей Смивуков, РТВ Иваново.